Глава 4 В мудной густой зеленоватой жидкости, наполнявшей бассейн, плавали клочки бумаги и листья. Через каменную ограду перемахнула собака и погрузилась в эти сомнительные чистоты волды. Из круглого садика, огибавшего портал, с завистью поглядывали на нее сидевшие на скамейках люди. Дзюруа вынул часы, маленькая стрелка стояла на трех, он пришел на полчаса раньше. Свидание с госпожой Вольтер забавляло его. Она пользуется церковью для любых целей, думал он. Церковь снимает с ее души грех, который она совершила, выйдя замуж за еврея. В политических кругах создает о ней представление, как о женщине, идущей против течения, Возвышает ее во мнении света, и она же служит ей местом свиданий. Обращаться с религией, как с зонтиком, вошло у нее в привычку. В хорошую погоду зонт заменяет тросточку, в жару защищает от солнца, в ненастье укрывает от дождя, А когда сидишь дома, он пылится в передней. И ведь таких, как она, сотни. Сами не ставят господа бога ни в грош, а другим затыкают рот, И вместе с тем в случае нужды прибегают к нему, как к своднику. Пригласи их в номера, они примут это за личное оскорбление, А заводить шашли перед алтарем, это у них порядки вещей. Медленным шагом обошел он бассейн и взглянул на церковные часы. Против его часов они спешили на две минуты. На них было пять минут четвертого. Он решил, что в церкви ждать удобнее, и вошел туда. На него пахнуло погребом, он с наслаждением обтянул в себя эту прохладу, А затем, чтобы изучить расположение храма, начал обходить главный предел. В глубине обширного храма чьи-то мерные шаги, Которые то затихали, то и снова явственно доносились, Вторили его собственным шагам гулка, раздававшимся под высокими сводами. Человек, расхаживавший по церкви, возбудил его любопытство. Он пошел к нему навстречу. Держа шляпу за спиной, с важным видом разгуливал тучный лысый господин. На некотором расстоянии, одна от другой, преклонив колено и закрыв руками лицо, Молились старухи. Душой овладело ощущение покоя, одиночества, безлюдья. Цветы и стекла скрадывали солнечный свет, и он не раздражал глаз. Дюруа нашел, что здесь чертовски хорошо. Он подошел к двери и еще раз посмотрел на часы. Было только четверть четвертого. Досадуя на то, что здесь нельзя курить, он сел у главного входа. В противоположном конце храма, около Амвона, все еще медленно расхаживал тучный господин. Кто-то вошел. Дюруа обернулся. Это была простая, бедно одетая женщина в шерстяной юбке. Она упала на колени возле первого стула, сложила на груди руки и, устремив глаза к небу, вся ушла в молитву. Дюруа с любопытством присматривался к ней, стараясь понять, какая печаль, какая скольпь, какое неутешное горе терзает это жалкое существо. Она живет в ужасающей нищете, это ясно. К довершению всего муж, наверное, колотит ее, а ребенок, может быть, при смерти? Бедняги. Есть же на свете такие несчастые, говорил он себе. И в нем поднимался бунт против безжалостной природы. Затем ему пришло на ум, что эта голытьба во всяком случае верит, будто кто-то невидимо печется о ней, будто кто-то там, небесная бухгалтерия, заносит ее добрые, злые дела в особой книге и, в конце концов, подводит баланс. Где-то там. Где же именно? Тишина, царившая в храме, располагала к высоким размышлениям. И, окунув мысленным оком вселенную, дюра процедил сквозь зубы. Да чего нелепо устроен мир? Шелест платья заставил его встрогнуть. Это была она. Он встал и быстро подошел к ней. В моем распоряжении всего несколько минут. Не подавая ему руки, тихо сказала она. Мне надо идти домой. Станьте на колени подле меня, а то нас могут узнать. С этими словами она направилась к главный предел, отыскивая удобное и укромное место. Видно было, что она хорошо знает эту церковь. Лицо ее было скрыто под густой валью. Ступала она чуть слышно, почти не касаясь пола. Дойдя до амвона, она обернулась. В боковых пределах, пожалуй, лучше. Здесь уж очень на виду. Тем таинственным шепотом, каким принято говорить церковь, сказала она. Остановившись перед алтарем, она низко опустила голову. Хотела было встать на колени, но вдруг повернула направо, к выходу. А затем, видимо решившись на что-то, придвинула скамеечку и преклонила колено. Жорж взял себе другую скамеечку, ту, что стояла рядом, и как только они оба приняли молитвенную позу, заговорил. «Благодарю вас, благодарю. Я обожаю вас. Я готов повторять это без конца. И я хотел бы рассказать вам о том, как я полюбил вас. О том, как вы покорили меня с первого взгляда. Когда же вы позволите мне излить свою душу, высказать вам все это?» Она была погружена в глубокое раздумье. И, казалось, совсем не слышала его. «То, что я разрешаю вам так со мной говорить, это с моей стороны безумие». Все еще не отнимая от лица рук, заговорила она. «Безумие то, что я сюда пришла. Безумие все, что я делаю. Безумием с моей стороны было подавать вам надежду на продолжение того, что... Того, что произошло между нами. Забудьте обо всем. Так надо и никогда больше не заговаривайте со мной об этом». Она вожидающе смолкла. А он думал о том, как ей ответить. Пытался найти решительные, страстные слова, но ему нельзя было подкреплять свою речь жестами. И это его сковывало. «Я... я ни на что не надеюсь. Ничего не шту», — снова заговорил он. «И я вас люблю. Что бы вы ни делали, я буду повторять это так часто, с такой силой и с таким пылом страсти, что в конце концов вы меня поймете. Я хочу, чтобы любовь, которая дышит каждое мое слово, нашла доступ к вашему сердцу. Что бы она наполняла его день за днем, час за часом. Что бы она пропитывала его, как влага, просачиваясь капля за каплей. И что бы, растроганная и смягченная, вы однажды сказали мне, я тоже люблю вас». Он чувствовал, как дрожит ее плечо, как встремается ее грудь. И вдруг он услыхал быстрый шепот «Я тоже люблю вас». Он строгнул так, словно его изо всех сил ударили по голове. «О, Боже!» — вырвалось у него вместе с обстохом. «Зачем я вам это сказала?» — тяжело дыша продолжала госпожа Вольтер. «Я преступница, грештица. А ведь я мать двух дочерей. Но я не могу, не могу. Я бы никогда не поверила, никогда не подумала. Но это сильнее, сильнее меня. Слушайте, я никогда никого не любила, кроме вас. Глянусь вам, я люблю вас уже целый год тайную любовью, любовью, которую я хранила в тениках души. «О, если бы вы знали, как я страдала, как я боролась, но я больше не могу. Я вас люблю!» Она плакала, закрыв лицо руками, и все тело ее вздрагивало, сотрясаемое глубоким волнением. «Дайте мне вашу руку!» — прошептал Жорж. «И я хочу прикостуться к ней, пожать ее». Она медленно отняла от лица руку. Щека у нее была вся мокрая, на ресницах повисли слезинки. Он шал ее руку. «О, как бы я хотел выпить ваши слезы!» «Не совращайте меня!» — сказала она придушенным, похожим на тихий стон голосом. «Я погибла!» Он чуть было не улыбнулся. Как же это он мог бы совратить ее здесь? Так как запас нежных слов у него истощился, то он ограничился тем, что прижал ее руку к своему сердцу и спросил. «Слышите, как оно бьется?» Но еще за несколько секунд до этого послышались приближающиеся мерные шаги тучного господина. Он осмотрел все алтари и теперь по меньшей мере вторично обходил тесный правый предел. Поняв, что подходит вплотную к скрывавшей ее колонии, госпожа Вольтер вырвала у Жоржа свою руку и снова закрыла лицо. Мгновение спустя оба неподвижно стояли на коленях и, казалось, вместе возносили к небу шаркую мольбу. Точный господин равнодушно всклинул на них мимоходом и, по-прежнему держа шляпу за спиной, прошествовал в левый предел. Тюруа в это время думал о том, как бы добиться свидания где-нибудь в другом месте. — Где я увижу вас завтра? — прошептал он. Госпожа Вольтер не ответила. Она словно окаменела. Сейчас это была статуя, которую скульптор мог бы назвать молитва. — Хотите, встретимся завтра в парке Монсо? — настаивал он. Опустив руки, она повернула к нему мертвенно-бледное лицо, искаженное нестерпимой мукой. — Оставьте меня! — прерывающимся голосом заговорила она. — Уйдите, уйдите, оставьте меня на некоторое время одну, только на пять минут. Мне слишком тяжело сейчас с вами. Я хочу молиться. Я не могу. Уйдите, дайте мне помолиться. Одной, пять минут. Я не могу. Дайте мне помолиться о том, чтобы Господь простил меня, чтобы Он меня спас. Оставьте меня одну. На пять минут. У нее было такое расстроенное, такое страдальческое выражение лица, что Дюруа молча поднялся с колен, и лишь после некоторого колебания обратился к ней. Я скоро вернусь. Хорошо. Она кивнула головой в знак согласия, и он отошел к Мвону. Она попыталась оставить себя молиться. Она сделала над собой нечеловеческое усилие, чтобы воззвать к небу, издевая от тоски и дрожа всем телом, воскликнула. — Боже, помилуй меня! Она судорожно мигала, чтобы не смотреть этому человеку вслед. Она гнала от себя всякую мысль о нем, она отмахивалась от него, но вместо небесного видения, которого так жаждало ее израненное сердце, впереди все время мелькали закрученные усы Жоржа. Целый год днем и ночью боролась она с этим все усиливавшимся наваждением, с этим образом, который поглощал все ее помыслы, распалял ее плоть и преследовал ее даже во сне. У нее было такое чувство, точно она попала в сеть, и точно ее связали и бросили в объятия этого самца, который плестил и покорил ее цветом глаз, пушистыми усами и ничем больше. И сейчас, в этом храме, столь близко от Бога, она чувствовала себя такой слабой, одинокой и беззащитной, какой никогда не чувствовала себя и дома. Молиться она не могла, она могла думать только о нем. Она уже страдала от того, что он ушел. И, несмотря на это, отчаянно сопротивлялась, она защищалась и всей душой молила о помощи. Она всегда была чиста перед мужем, и от того падения было для нее хуже смерти. Она шептала бессвязные слова мольбы, а сама в это время прислушивалась к шагам Шоша, замиравшим в отдалении под сводами. Она осознавала, что все кончено, что борьба бездадежна. И все же упорно не желала сдаваться. В конце концов, с ней случился припадок, один из тех нервных припадков, которые наземь швыряют дрожащих, горчащихся, воющих женщин. Она тряслась, как в лихорадке, и чувствовала, что сейчас упадет и с пронзительным воплем забьется в судорогах. Кто-то быстрыми шагами шел сюда. Она обернулась, это был смещенник. Увидев его, она встала с колен и, простирая руки, бросилась к нему. «Спасите меня! Спасите!» прошептала она. Священник остановился в изумлении. «Что вам угодно, сударыня? Я хочу, чтобы вы меня спасли. Жальтесь надо мной. Если вы мне не поможете, я погибла!» Он посмотрел на нее, как на безумную. «Чем же я могу вам помочь?» Это был молодой священник, высокий, упитанный, с отвислыми, пухлыми, выбритыми до синивы щеками, красивый городской викарий из богатого прихода, привыкший к щедрым даяниям своих духовных дочерей. «Исповедуйте меня!» сказала она. «Дайте мне совет! Поддержите меня! Скажите, что мне делать!» «Я исповедую по субботам с трех до шести!» возразил он. «Нет! Нет! Нет!» сжимая его руку, повторяла она. «Сейчас! Сейчас! Мне это необходимо! Он здесь, в церкви! Он ждет меня!» «Кто же ждет вас?» спросил священник. «Тот, кто погубит меня! Тот, кто овладеет мной, если вы меня не спасете! Мне от него не уйти! Я слишком слаба! Так слаба! Так слаба!» Рыдая, она упала перед ним на колени. «Шальтесь надо мной, отец мой! Спасите меня! Ради Бога! Спасите!» Боясь, что священник уйдет от нее, она вцепилась в его черную сутану, а он с беспокойством оглядывался по сторонам, не видит ли чьи-нибудь недоброжелательный или слишком набожный взор эту женщину, припавшую к его ногам. «Встань же!» Поняв, что отделаться от нее ему не удастся, сказал, наконец, священник, ключ от исповедания при мне. Порывшись в кармане, он вынул связку ключей, выбрал тот, который был ему нужен, и быстрыми шагами направился к исповедальним, напоминавшим игрушечные деревянные домики, к этим ящикам для грехов, ящикам, куда верующие сваливают мусор души. Он вошел в среднюю дверь и заперю ее за собой. А госпожа Вольтер бросилась в аду из узких боковых клеток и с пламенной страстной верой воскликнула, «Простите меня, отец мой! Я согрешила!» Дюрам, обойдя Амвон, прошел левый предел. Дойдя до середины, он увидел тучного лысого господина. Тот все еще спокойно прогуливался. «Что этому субъекту здесь нужно?» – подумал он. А господин тоже замедлил шаг и с явным желанием заговорить посмотрел на Жорша. Подойдя вплотную, он поклонился и изысканно вежливым тоном спросил, «Простите за вич покойство, не можете ли вы мне сказать, когда был построен этот храм?» «Браво, не знаю», – ответил Тюра. «Думаю, лет двадцать, двадцать пять тому назад. Впрочем, я в первый раз в этой церкви». «Я тоже. Мне не приходилось бывать здесь». Журналист разбирал любопытство. «Вы, кажется, весьма тщательно его осматриваете», – сказал он. «Вы изучаете ее во всех подробностях?» «Да я не осматриваю, я жду свою жену», – с унылым видом возразил тот. «Она назначила мне свидание, а сама запаздывает». И, помолчав несколько секунд, добавил, «На улице невыносимо жарко». Приглядевшись к его добродушной физиономии, Тюра нашел, что он похож на Фористье. «Вы не из провинции?» – спросил он. «Да, я уроженец Райана. А вы зашли сюда из любопытства?» «Нет, я поджидаю одну даму». Тюра поклонился и, улыбаясь, проследовал дальше. У главного входа он снова увидел бедно одетую женщину. Она все еще стояла на коленях и все еще молилась. «Вот так усердие», – подумал он. Но теперь она уже не трогала его и не возбуждала в нем жалости. Он прошел мимо и медленно двинулся к правому пределу, где должна была ждать его госпожа Больтер. Да еще издали он с удивлением обнаружил, что там, где он оставил ее, никого нет. Подумав, что это не та колонна, он дошел до конца и вернулся обратно. Значит, она ушла? Это его поразило и взорвало. Но тут ему пришло в голову, что она, наверное, ищет его, и он еще раз обошел церковь. Убедившись, что ее нигде нет, он вернулся и, в надежде, что она еще придет сюда, сел на тот стул, на котором раньше сидела она. Он решил ждать. Какой-то шепот вскоре привлек его внимание. Однако в этом углу церкви не было ни души. Откуда же долетал шепот? Встав за стул, он заметил ряд дверей, которые вели в исповедальник. Из-под одной двери высовывался край женского платья. Он подошел ближе, чтобы получше рассмотреть женщину. Это была госпожа Вольтер. Она исповедовалась. Им овладело непреодолимое желание схватить ее за плечи и вытащить из этой клетки. Но он тут же подумал, ничего. Сегодня очередь священника, завтра моя. И, посмеиваясь над этим приключением, в ожидании своего часа, приспокойно уселся против окошка исповедальни. Ждать ему пришлось долго. Наконец госпожа Вольтер встала, обернулась и, увидев его, подошла к нему. Лицо ее было холодно и сурово. «Милостивы, государь!» — сказала она. «Прошу вас, не провожайте меня, не ходите за мной и никогда больше не являйтесь ко мне один. Я не приму вас. Прощайте». Она с достоинством удалилась. Дюруа не удерживал ее. Он давно уже взял себе за правило не ускорять ход событий. Когда же из своего убежища вышел слегка сконфуженный священник, он подошел к нему и, глядя ему прямо, в глаза прошипел. «Не будь на вас этой юбки, как бы я смазал вас по вашей гнусной роже». С этими словами он круто повернулся и, насвистывая, вышел из церкви. На паперте стоял уже в шляпе тучный господин и, заложив руки за спину, с явно скучающим видом, оглядывал широкую площадь и прилегающие к ней улицы. Они раскланились. Журналисту больше нечего было здесь делать и он отправился в редакцию. Уже в прихожей по озабоченным лицам рассыльных он понял, что произошло нечто необычайное и сейчас же проследовал в кабинет издателя. Старик Вольтер стоя короткими фразами нервно диктовал статью и в промежутке между двумя абзацами давал поручения окружавшим его репортерам, делал указания Буаренару и распечатывал письма. — Ах, как это, кстати, вот и милый друг! — при виде его радостно воскликнул он. Но вдруг осякся и слегка спущенный стал извиряться. — Простите, что я вас так назвал. Я очень взволнован всем происшедшим. А к тому же от жены и дочерей я только и слышу — милый друг, милый друг, по неволе привыкнешь. — Вы на меня не сердитесь? — Нисколько, — со смехом ответил Жорж. — Это прозвищение обидное. — Отлично. Стало быть, я тоже буду вас называть милым другом. — Продолжал старик Вольтер. — Итак, мы стоим перед лицом важных событий. В этом недоверии министерству принят большинство трехсот десяти голосов против ста двух. Парламентские каникулы отложены и отложены на неопределенное время. А сегодня уже 28 июля. Испания злится на нас за Марокко, потому-то и слетел Дюран-де-Ленц со своими приспешниками. Испания злится на нас за Марокко. Французский и испанский империализм одинаково стремились к захвату Марокко. И их интересы нередко сталкивались там до окончательного раздела Марокко в 1912 году. Заварилась каша сформировать новый кабинет Поручину Моро. Портфель военного министра он предложил генералу Бутену Дакрум. Портфель министра иностранных дел нашему другу Ларош Матье. Себе он оставляет в Министерстве внутренних дел и пост председателя Совета Министров. Наша газета становится официозной. В передовой статье я в общих чертах излагаю наши принципы и указываю путь новым министрам. Разумеется, добавил он с добродушной успешкой. Тот путь, по которому они сами намерены идти. Но мне нужно что-нибудь интересное по вопросу о Марокко, что-нибудь, а такая, злободневное, эффектное, сенсационное. Как вы насчет этого? Я вас понял. Подумав, ответил Дюро. Наши галонии в Африке это Алжир посредине, Тунис справа и Марокко слева. Так вот, я вам дам статью, в которой постараюсь осветить политическую обстановку в этих наших владениях, изложить историю племен, населяющих эту обширную территорию, и описать поход к марокканской границе, вплоть до огромного оазиса Фигик, где еще не ступала нога европейца. А ведь он-то и явился причиной нынешнего конфликта. Это вам подходит? Как нельзя лучше, воскликнул старик Вольтер. Ну а заглавие? От Туниса до Танжера. Превосходно. Дюро пошел искать в комплекте французской жизни свою первую статью воспоминаний африканского стрелка. Ей только надо было дать другое название, кое-что изменить и подправить. А так она вся целиком могла сослужить службу, ибо в ней говорилось и о колониальной политике, и о населении Алжира и о походе в провинцию Оран. В три четверти часа статейка была переделана, подштопана, приведена в надлежащий вид, подновлена и сдобрена похвалами по адресу нового кабинета. Чудесно, 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 прочитав статью, заметил издатель. Вы из золота, очень вам благодарен. К обеду Дюро в восторге от проведенного дня вернулся домой, неудача в церкви его не спущала. Он чувствовал, что выиграл партию. Мадлиана ждала его с нетерпением. Когда он вошел, первыми его словами были «Тебе известно, что Лароша министр иностранных дел?» «Да, в связи с этим я уже дал статью об Алжире». «Какую статью?» «Ты ее знаешь. Первую, которую мы писали вместе, воспоминания африканского стрелка. Я ее просмотрел и выправил так, как того требуют обстоятельства». Мадлиана улыбнулась. «А, да, это именно то, что сейчас нужно», — заметила она и, помолчав, прибавила. «Я думаю о продолжении, которое ты должен был написать и которое ты тогда бросил. Теперь нам есть смысл за него взяться. Из этого может выйти несколько отличных статей, подходящих к данному моменту». «Прекрасно», — сказал он и сел за стол. «Теперь нам уж никто не помешает. Ведь рогоносец в ресне на том свете». «Это ее задело. Твоя шутка более чем неуместна. И я прошу тебя, положите этому конец», — сухой проговорила она. «Ты злоупотребляешь моим терпением». Он собирался пустить ей шпильку, но в это время ему подали телеграмму, содержавшую всего одну фразу без подписи. «Я совсем потеряла голову, простите меня, и приходите завтра в четыре часа в парк Монсо». Он понял, и сердце у него запрыгало от радости. «Больше не буду, моя дорогая. Это глупо. Сознаюсь», — пряча в карман голубую бумажку, — сказал он, и принялся за суп. За едой он повторял про себя эти слова. «Я совсем потеряла голову. Простите меня, и приходите завтра в четыре часа в парк Монсо». «И так она снается. Ведь это означает, я вашей власти. Делайте со мной, что хотите, где хотите и когда хотите». Он засмеялся. «Хо-хо-хо-хо-хо, что ты?» — спросила Мадленна. «Хо-хо, так, ничего. Я встретил папа, и мне сейчас вспомнилась его толстая морда». На другой день Дюруа явился на свидание ровно в четыре. Все скамейки в парке Монсо были заняты изнемогавшими от жары буржуа и беспечными няньками, которые, по-видимому, не обращали ни малейшего внимания на детей, барахтавшихся в песке на дорожках. Газмажу Вольтеру он нашел среди искусственных руин возле источника. С испуганным и несчастным видом она ходила вокруг небольшой колоннады. «Как здесь много народу», — сказала она, прежде чем Дюруа успел поздороваться с ней. Он обрадовался предлогом. «Да, это верно. Хотите куда-нибудь еще?» «Ну куда?» «Это безразлично. Можно взять карету. Вы спустите штору и сразу почувствуете себя в полной безопасности». «Да, так будет лучше. И здесь я умираю от страха. В таком случае ждите меня у выхода на внешний бульвар. Через пять минут я подъеду к экипаже». И он помчался бегом. Как только они остались вдвоем в экипаже, госпожа Вольтер тщательно завесила со своей стороны окошко. «Что вы сказали извозчику?» Спросила она. «Не беспокойтесь, он знает, куда ехать», — ответил Жорж. Он велел извозчику везти их до Константинопольскую. «Вы себе не представляете, как я страдаю из-за вас, как я измучена, как я истерзана», — продолжала она. «Вчера в церкви я была с вами сурова, но я хотела во что бы то ни стало бежать от вас. Я так боюсь остаться с вами на едине. Вы меня простили?» Он сжимал ее руки. «Конечно, конечно. Чего бы я вам не простил, ведь я так люблю вас!» Он смотрел на нее умоляющими глазами. «Послушайте, вы должны обещать мне, что вы меня не тронете и не... иначе мы видимся в последний раз!» Сперва он ничего не ответил ей, но в усах у него притаилась тонкая улыбка, которая так волновала женщин. «Я ваш покорный раб!» — наконец прошептал он. Тогда госпожа Вальтера начала рассказывать, как она, узнав, что он женился на Мадлене Форесте, впервые почувствовала, что любит его. Она припоминала подробности, даты, делила СНИП своими переживаниями. Вдруг она замолчала. Карета остановилась. Дюро отворил дверцу. «Где мы?» — спросила Ада. «Выходите из экипажа и прямо в этот дом», — ответил Дюро. «Здесь нам будет спокойнее». «Но где мы?» «У меня. Это моя холостяцкая квартира. Я ее опять снял на несколько дней, чтобы иметь уголок, где бы мы могли видеться». Госпожа Вальтер вцепилась в подушку. «Нет, нет, я не хочу, я не хочу», — лепетала она в ужасе от предстоящего свидания наедине. «Клянусь, что я вас не трону», — решительно проговорил он. «Идемте. Видите, на нас смотрят, вокруг уже собирается народ. Скорей, скорее, выходите. Клянусь, что я вас не трону», — еще раз повторил он. На них с любопытством поглядывал содержатель видного погребка, стоявший у дверей своего заведения. Ей стало страшно. Она вбежала в подъезд. Она начала было подниматься по лестнице, но Дюро удержал ее за руку. «Это здесь, внизу», — сказал он и втолкнул ее в свою квартиру. Заперев за собой дверь, он бросился на нее, как хищный зверь на добычу. Она отбивалась, боролась, шептала, «Боже, боже мой!» А он страстно целовал ее шею, глотца, губы, так что она не успевала уклониться от его бурных ласк. Отталкивая его, пытаясь избежать его поцелуев, она невольно прикасалась к нему губами. Вдруг она перестала сопротивляться и, обессилившая, покорная, позволила ему раздеть себя. Опытными, как горничный рукави, проворно и ловко, начал он снимать одну за другой принадлежности ее туалета. Она выхватила у него курсаж и спрятала в нем лицо. Но теперь она вся белая стояла среди упавшей к ее ногам одежды, оставив на ней только ботинки, он понес ее к кровати. И тут она чуть слышно прошептала ему на ухо, «Клянусь вам, что у меня никогда не было любовника!» Так молодые девушки говорят о себе, «Клянусь вам, что я невинна!» «Вот уж это мне совершенно все равно!» Подумал Жорж.